Мирные жители приграничья и советские войны встретили это раннее утро 22 июня 41-го под грохот снарядов и свист пуль. Но смело и самоотверженно взглянули в лицо судьбе, вошли в историю как настоящие патриоты, стоявшие насмерть за родную землю. На захват Брестской крепости фашисты планировали потратить не больше 8 часов, но ее небольшой гарнизон держался месяц. Это дольше, чем противостояли Гитлеру целые до сего времени порабощенные страны. А при взятии этой цитадели противник потерял в три раза больше солдат и офицеров, чем за всю польскую кампанию. Немецкому командованию уже к вечеру 22 июня пришлось отдать приказ о прекращении штурма. И это стало первым отступлением абсолютно непобедимой до того дня армии. Мы эти факты будем всегда помнить, потому что в них величие и сила духа людей, которые не покорились. Именно тогда, когда не сдаваясь умирали последние защитники крепости, враг был повержен психологически. И это был первый шаг советского народа на пути к величайшей победе нового времени. Брестская крепость стала непреодолимой преградой для фашистов, которые так и не дошли до столицы нашего государства за 6 недель, как они это планировали. И в тот день захватчики повторили неусвоенный исторический урок. Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом. Очень созвучно с нашим временем. Здесь сражались представители более 30 национальностей, и все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою родину, хотя родились за тысячи километров от нашего Бреста. Давайте почтим память павших воинов минутой молчания. Уважаемые друзья, подвиг Брестского гарнизона стал символом несокрушимости братских народов и общим достоянием бывших республик Советского Союза. Но, к сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. Очень жаль. У потомков, изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни. Каждый год это подтверждают наши праздники победы. Мы видим, как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советских воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник. Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками Победы. Дорогие обращания, белорусы, гости, знайте и помните, пока мы знаем и помним, что здесь было, и самое главное, приходим сюда, в эту ночь, это никогда не повторится на этой земле. Но как только мы это забудем, я не боюсь этого сказать сегодня, мы снова окунемся в хаос, раздрай, мы дестабилизируем страну, мы породим новую войну. Вот поэтому мы сегодня в раннее утро пришли сюда, для того, чтобы никогда не повторилось то, что было здесь. Это не просто родовой ритуал, это память. Это память для того, чтобы мы с вами, наши дети, никогда не столкнулись с этими проблемами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова